Телеканал КРТ представляет Этот случай взорвал соцсети, и одной из первых в поддержку мальчика выступила Одесская епархия Украинской Православной Церкви. Одесситы спели смуглянку и запустили флешмоб с призывом поддержать Максима, а еще подарили ему незабываемый отдых в Одессе и отсняли с ним несколько клипов на его любимые песни. Символично, что съемки песни, ставшие народным хитом, проходили в знаковом для каждого жителя города месте. На мемориале славы 411 береговой батареи, там, где проходила героическая оборона Одессы. Таким образом, православные одесситы напомнили, что Одесса по-прежнему город-герой, и что они не дадут перечеркнуть нашу историю и забыть наши песни. Эта история позвала меня в дорогу. Мне захотелось познакомиться с людьми, для которых добрые дела и помощь ближнему – образ жизни. А музыка и песня – то, без чего они не представляют свою жизнь. В программе «На струнах души» солисты хора Одесской епархии Андрей Пальчук и Игорь Губрий. После службы мы приехали в Муспенский монастырь, и к нам, оказывается, приехали гости стольного города Кива, Александр Галецкий со своей съемочной группой. Невероятно обаятельный, талантливый человек, который на гитаре нас тут играет, все жабы уже нам подспевают возле нашего пруда монастырьского. Так как у нас Максим Ткачук стал таким интересным движком в созидании каких-то добрых вещей, которые объединяют людей, и много людей как-то начали к нам обращаться. И пошла какая-то волна интересных сюжетов, видео, которые люди смотрят, оценивают и на улице, и на привозе уже Андрюхе не дают купить нормальное молоко. Ну что, отец Андрей, «На струнах души» эпизод первый, дубль первый, камера, мотор. Поехали? Поехали! Вот так и живем, не ждем тишины, мы юности нашей, как прежде верны, а сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Я не знаю, откуда у вас такой репертуар, причем песни-то очень древние, с большой историей. И я знаю, что кроме этих песен, которые знают все, вы поете еще песни, посвященные Великой Отечественной войне, в репертуаре вашем есть. Скажите, пожалуйста, откуда у... я просто, знаете, какой образ у людей священнослужители? Ну, священнослужитель выходит на службу, поет молебны, поет такие песни, в общем, духовные. А у вас такой багаж, что, ну, очень-очень интересно, оригинально. Вот откуда это пришло, эта мысль создать такой коллектив? Ну, у нас все, что касается церковных песнопений в нашем выездном составе и все, что касается в общем песен, за это отвечают на статье с Андреем. Он подбирает репертуар, он прослушивает песни, он влаживает в это, можно сказать, свою душу. Вот я думаю, что лучше, чем он, я об этом не расскажу. Знаете, тут такая ситуация. Мы с отцом Игорем учились в нашей духовной семинарии, и я был выпускником школы. И так случилось, что я встретился с хором Одесской духовной семинарии, который приехал в город Ананев с ректором. И я услышал 8 человек хора, отец Игоря на секундочку пел тогда басом, контр-басом. И когда я услышал первый раз в жизни до контр-октавы, я понял, что мне срочно надо ехать учиться в Одесскую духовную семинарию. Перед тем, как переступить порог Одесской духовной семинарии, каждый из этих молодых людей прошел свой путь, но оба они родились в светских семьях. Отец Игорь родом из Каменец-Подольского, из обычной семьи рабочего, который в перестроечные годы обратился к Богу, был рукоположен и получил назначение в один из приходов Одесской области. Наследуя пример родителя, сын поступил в Одесскую духовную семинарию, где сразу же обратили внимание на его редкий голос, контр-бас, и отобрали в семинарский хор. А затем в хор Метрополии, где он поет уже почти 15 лет. Отец Андрей родился на Черкащине, но с первых минут общения с ним понимаешь, что его чувство юмора может позавидовать коренной одессит, а вокальным данным выпускник консерватории. Священнослужителей в его роду не было, но все предки по материнской линии пели в церковном хоре. Вероятно, от них отец Андрей унаследовал свой дар и непреодолимое желание петь. В сельской школе он участвовал в художественной самодеятельности, а в Одесской духовной семинарии был в числе самых поющих семинаристов. Сегодня принимает участие практически во всех концертах хора Метрополии и знает наизусть невероятное количество песен. Лично для меня песня – это половина моей жизни по-настоящему. С ней я проходил и радость, и горе. И действительно очень люблю петь. В селе, когда я был маленький, думали, что я больной на голову, потому что я все время пел песни. А потом со временем так получилось, что, это я думаю, мы отдельно скажем, песня стала основополагающим. И когда ты понимаешь, что церковь – это организм, который сам по себе является институтом честности, институтом совести и чего-то вечного, то ты понимаешь, что песню простую нельзя петь. Наш Владыка Агафангел, чтобы вы понимали, это человек, который очень любит петь и любит песни. И когда я уже как студентом, и потом как закончил семинарию, я заметил этот момент, что Владыка очень любит песни со смыслом, после этого, благодаря Google, YouTube, открылась просто безграничная библиотека. Страничка мудрых песен таких, да, у вас открылась? Огоны летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Скажите, отец Андрей, вы до того, как услышать хор, до того, как принят решение пойти в духовный семинар, у вас были такие планы? Потому что, когда мы только сегодня познакомились, я почувствовал такую обычную, такую мирскую, такую мужскую подачу. И, в принципе, если вы хотели петь, да, вот можно было реализоваться где угодно, с музыкой, с вокалом, но приняли такое решение ответственное, взвешенное, и идете по этому пути. Почему? Я думаю, что, учитывая, что отец Иеря у нас для меня стал аулой в этом плане, отец Иеря, ты, наверное, скажи, почему у тебя так вышло, а я скажу, почему у меня. Ну, я начну с того, что я из семьи священника. С детства я стоял на хоре, когда отец служил. Мне нравилось читать, петь. Где-то не получалось, где-то только вот это было положено, скажем, начало, пение в моей жизни. А переломный момент наступил, когда в 97-м году владыка-метрополит приехал своим архипастерским визитом в город Балту. С ним его сопровождал протодиакон Виктор, ныне уже покойный, протодиакон Виктор Кузнецов. Он тоже знал, но бесконечное количество петь. Да, он очень много знал. И потом, в дальнейшем, когда я его услышал, это просто, я не знаю, вот этот момент у меня тоже стал переломным в жизни. Я как бы до того пел, был на службах, молился и читал все, но я захотел ему подражать. Я пришел домой, я пробовал что-то копировать, потому что я запомнил таких фраз его протодиаконской службы. Потом я просто загорелся. Я вот очень хотел стать таким же. Ну, с Божьей помощью, по властине ладыки-метрополита, у меня это получилось. И отец Виктора сменил отца Виктора через десятилетие. Правда? Да. И вот такая же история, похоже, получилась и у вас. У меня история так быстрая такая, что я учился в школе. Мы поехали на выступление одно. Услышал от директора школы музыкальной, сказал, этот мальчик должен срочно идти учиться к нам. И там я познакомился с сыном священника, я пошел первый раз на службу, я когда услышал хор, чтобы вы понимали, мотив такой, он считается у нас, кажется, Ниловой пустыней или Валамской. Господи, помилуй. Вот я пришел домой, 7 километров, сколько я шел, эта мелодия звучала в голове у меня. И я понял, что много можно песен петь. Я любил песни, военные, народные. Но почему-то церковная песня очень сильно меня задела. Ты вот поешь, и ты понимаешь, что как-то душа твоя наполняется. И заканчивая школу, я встретился, опять же, повторюсь, с хором. И я понял, что я планировал пойти в Почаевскую семинарию, но когда услышал бравых одесских парней, в численности 8 человек, которые заполнили собор невероятным тенеровым звучанием, баритановое исполнение солистов, ну и, конечно, контрбаса, я понял, что нет. Дорога только сюда. Благоденственное и мирное житие, Здравие, жизнь, спасение, Боже, все благое поспешение, Изобилие плату земны и временно мирны. О, наш Господи, Бог охранимей стране нашей Власть всем воинству и народу ее И все крови на многое лето Многое лето, Многое лето, Многое лето, Если при каждой семинаре существует хор, причем потрясающий, с красивыми голосами, то о чем это говорит? Что у нас в Украине целый кладезь невероятно талантливых людей, которые могут петь и петь и духовные песни, и песни эстрадные, все что угодно. Скажите мне, пожалуйста, Возможно ли это считать таким отдельным театром музыки, вокала? Я не знаю, даже может быть, школой какой-то вокальной. И близка ли эта школа вокальная к тем проектам, которые показывают нам по телевизору, к шоу «Голос»? И почему вы не участвуете в таких вот мероприятиях? При семинаре существует такая преемственность, что абсолютно необразованный человек может быть, внимание, необразованный человек быть вокально, музыкально, нулячий, даже не знаю, что такое палочки, ноты. Через четыре года выпускается просто мега певцом, хорошим солистом, который научился петь, не потому что у него преподаватели по вокалу, а потому что он слышал, как ребята поют. А ребята молодые поют от души, и действительно люди поют от души, и у них получалось очень хорошо петь. Хотя у нас и студенты были из консерватории, из музыкальных училищ. Но при всем при этом, действительно, за четыре года в конце выпускается небольшая такая десятка людей, которые могут реально заполнить любой какую-то ячейку в шоу-бизнесе или в каких-то театрах. Могут, потому что невероятные вокальные данные есть. Но мы остаемся при церкви, потому что это что-то более сильное. Ой, ты месяцю, яй, зеронька ясная, Ой, ты парубок, яй, зеронька красная, Ой, ты парубок, яй, зеронька красная, Ой, ты парубок, яй, зеронька красная, Боника красная, Вишневым саду, Яй тобі коня посла, Как вы отбираете песни на свои выступления и существует ли какая-то квота, допустим, столько-то песен должно быть духовных, столько эстрадных, столько там такого языка на таком языке. У нас просто безграничный репертуар, это песни военные, народные, это песни, которые уже все забыли, песни, которые только написали. То есть все время в поисках, если мы находим музыку, находим слова, почему бы ее не спеть? Формирует артиста, формирует вокалиста, формирует человек, который дарит свое творчество еще определенный запрет, какое-то нежелание, может быть, публике принять что-то или запрет сверху, когда нам говорят, этот праздник мы не празднуем, эти песни мы не поем. И вот в этом году 75-летие Великой Победы было, и все, кто знает, что это такое, кто помнит, кто ценит, все каким-то образом где-то что-то спели. Я смотрел ваши песни, исполненные ко Дню Победы, это Днепро, Днепро, это и Смуглянка, и другие песни. Они мурашки пробирают просто потому, что так исполнить песни никто, мне кажется, до вас этого не делал. Скажите, откуда у таких молодых ребят столько понимания и ответственности за этот праздник? Что на вас так влияет? Это корни семейные, это ощущение того, что настоящего, что не переписать и чтобы не разрушить, потому что все-таки история это то, что делает наше будущее. Откуда это в вас? Ну вот СССР может в двух словах рассказать, кто у него дед и как можно потом наплевать на ту историю. Да, вы понимаете, что это очень, кстати, хороший вопрос. Это просто прививалось с детства. Вы понимаете, когда я приезжал к своему прадедушке, во-первых, у него была медаль за взятие Берлина, за освобождение Праги, он финское войне участие принимал, бежал с плена, читал живые помощи, смог добраться до линии фронта, опять пойти в бой. И когда мы каждый год на 9 мая к нему приезжали, мы шли к памятнику неизвестного солдата, мой дед сам с Кмельничиной. Просто я взрослел, я жил под его рассказы о войне, под его переживания, той прошедшей боли, которая постигла наш народ. И забыть это все, это невозможно. Тем более, что тут такая молодая команда у нас в Одесской епархии, которая таких же придерживается взглядов и убеждений. Потому что у нас все такие прадеды, деды. Вот начало творчества моей распочалось как раз в детстве, когда мне было 10 лет, и первую песню я заспевал, мне кажется, порою, что солдаты. Это была первая моя песня. И напевала мне учительница, у которой нет голоса и слуха. И я сидел, тогда не было YouTube открыть, переслушать. Я просто интуитивно, вы не поверите, как-то слепил в своей голове. И когда я услышал эту песню в оригинале, я, честно говоря, прозрел. Вот как вы говорили про исцеляющую силу песни. Вот я, честно, прозрел, потому что я не мог представить, как может это быть. И когда ты стоишь возле памятника, ты видишь этих ветеранов, ты с ними общаешься. У того нет руки, ноги, пальцев и так дальше. А многих нету, потому что это табелизок с именами бесконечных имен. И ты взрослеешь, и от первого вступления оркестра там-драм-драм, у тебя мурашки по телу, ты сразу... И ты не то, что не можешь понять, как это можно забыть. Мы не дадим этого сделать. Мы сделаем все, чтобы память об этом великом сражении и большом искуплении не канула век. Мы будем ее, как можем, песнями, словами, молитвой хранить в нашей жизни. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса А-а-а-а-а-а... А-а-а-а... А-а-а... 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 Летит, летит по небу Грин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю весь промежуток лавы, быть может, это место для меня. Говоря о преемственности поколений, не хочу умалчивать о том, что вы замечательные отцы, и у вас есть домашняя малая церковь, свои дети. Что вы им передаете, как они чувствуют ваш дух, есть ли у вас такая связь с ними, потому что идеалы ваши, вам же хотелось бы, чтобы дети тоже были папы. У отца Игоря дети старше немножко, чем у меня, поэтому ему и отвечать. Он уже видит плоды, да, больше? Да, я учусь на его ошибках, кстати. Вы знаете, у нас есть очень большая, даже скажу, огромная возможность перед тем, как передать что-то детям, научиться чему-то. У нас есть наш архипастер, владыка митрополита Кафангел, который создал социальный центр при Одесской епархии, куда люди проносят свои пожертвования, ну, как и денежные, скажем так, и что-то из пищи. Вот. И это раздается малоимущим семям или бедным. Также вот касаясь 9 мая Дня Победы, владыка митрополит закупает много продуктов и дает материальную помощь ветеранам. И благодаря ему мы к этому причастны. Мы приходим, посещаем ветеранов, поем песни и, конечно же, берем своих детей. Я своих беру, отец Андрей, своих деток. Мы приходим и вот первые разы нашего посещения у детей просто слезы на глазах. Песня – это дар. Дар, который дан вам Богом, вы можете нести это людям, то есть дар передавать, да, вот людям. И все, что вы делаете, наверное, обрамлено таким светом, подарком и благородством, вот этой благодатью. Что происходит, когда вас приглашают для какой-то благой цели, благодоверительных концертов? Вот, насколько вы открыты для этого и что вы, какие акции проходили, для каких, может быть, организаций или каких-то событий? Выступает ли ваш хор на благотворительность? Нас люди приглашают периодически, и мы никогда ни в чем не отказываем. Даже у нас бывает наклад какая-то. Вот мы, допустим, в больницах выступаем перед докторами, перед больными. Мы приезжаем в онкодиспансеры детские, да, и там маленький такой какой-то там рождественский, да. Звучат эти нотки знакомые, да, то есть уже какой-то. На приходы приезжаем. Ну, куда нас зовут, мы пытаемся везде приехать. Это касается разных организаций. И действительно, когда люди, знаете, слышат в наушниках или так, и когда слышишь нормальные человеческие голоса вживую, то, конечно, остается в памяти людей надолго это событие. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Народ славянский просветила, Землю Русью осветила. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Благотворительные концерты – это лишь малая часть колоссальной волонтерской работы, которую постоянно проводит митрополия по благословению владыки митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Церковь, которая видит свою миссию в том, чтобы помогать нуждающимся, не оставляет без внимания ветеранов войны и труда, инвалидов, многодетные семьи, беженцев и переселенцев с Донбасса. Десятки тысяч украинцев, оказавшихся в бедственном положении в связи с экономическим кризисом, карантином и другими жизненными проблемами, смогли убедиться, что в нашей стране есть те, кому на деле не безразлична их судьба. Церковь не осталась в стороне от тех, кто в условиях вынужденной самоизоляции лишился поддержки. Особенно в тот момент, когда среди нуждающихся в помощи оказались медики. Волонтеры Одесской епархии на протяжении двух месяцев на личном автотранспорте развозили горячие обеды и средства индивидуальной защиты под станциям скорой помощи, больницам и многодетным семьям. Как это всегда бывает, сложные времена обнажили в нашем обществе светлые и темные стороны. На призыв владыги Агафангела объединить усилия, чтобы помочь самым незащищенным, откликнулось множество людей. Но нашлись и те, кто увидел в действиях церкви угрозу для государства и попытался препятствовать ее благодворительной деятельности. С первых дней, когда началась война, много переселенцев хлынуло в Одесский регион. Наш владыка Агафангел сразу взял это в свое внимание. Были созданы фонды, были созданы всякие такие условия для того, чтобы поселить переселенцев, много инвалидов, многодетных. И, во-первых, это была благотворительная помощь материальная, скажем так. И, конечно, мы сопровождали везде. Сопровождали, всегда подпевали. И с первых дней мы никогда не расставляли, что есть одна Украина, есть предатели. Такого не было. Мы всегда держали связь максимально во всем. И, к сожалению, мы не могли туда поехать спеть, потому что, напоминаю, что когда наши группы возили гуманитарный конвой, то я хочу сказать, что очень жестко это было воспринято силовиками. И нас убедительно попросили больше этого не делать. Почему? То есть вас считают людьми, которые наперекор государственной политикой действуют, да? Церковь – это такой организм, который никто никогда не может по себе подмять. Соответственно, у нас есть свое мнение. Наше мнение нашего владыки – народ Донбасса – это народ Украины. Соответственно, владыка начал собирать гуманитарную помощь, еда, лекарства. И все это отправлять. Но представьте, когда политика говорит, что это враги и что надо все это отключить в воду, а свет. А церковь говорит, вы что? Это же, ну, вот если в семье бьются дети, ты что скажешь? Ты хороший, ты плохой? Нет, ты, наверное, сядешь и поговоришь. Ребята, так дела не делаются. Ты, наверное, по старой традиции достанешь хворост и скажешь, вот смотрите, один ломается легко, два хуже, три, десять не поломаясь. Так и мы действовали. Поэтому так и воспринималось плохо, потому что политическая конъюнктура была такая. Как показывают события последних месяцев, попытки давления на каноническую православную церковь не прекратились и после смены власти в стране. В ночь на 24 апреля этого года окрестности Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря осветило Зарево. На территории обители вспыхнул пожар. Полыхала дровница, горел хлев, огонь подбирался к тому месту, где хранились цистерны с топливом. Произошло ночью, это во время богослужения, где-то часа два ночи, учитывая, что здесь очень много дерева, то есть оно сгорело, загорелось очень быстро. И так как ветер, слава Богу, дул в сторону моря, а не в сторону монастыря, тут еще нужно сказать, что когда закончилась служба, и братья вышли с храма, и представьте, когда огромный пожар пылает, впервые вообще на монастыре, в монастыре такое, и наместник, архиепископ Виктор, он просто взял икону Касперовской иконы Божьей Матери, наши почитаемые здесь чудотворные, благословил этот пожар, и ветер, слава Богу, подул в сторону моря. Почему, слава Богу? Потому что дальше идут храмы, корпуса, и деревянный, на территории кладбища деревянный, небольшой такой, часовня деревянная. И если бы оно пошло в сторону монастыря, то трагедия была намного сильнее. Несмотря на то, что сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, огонь им удалось локализовать только к утру. Еще во время тушения были обнаружены следы поджога, причем сразу в трех местах. У стен храма нашли осколки бутылок, из которых, предположительно, были сделаны коктейли Молотова. Угрозы в адрес духовенства Одесской епархии и обещание сжечь монастырь в соцсетях появлялись неоднократно. Священнослужителей называли разносчиками заразы, адептами Кремля и врагами Украины. И хотя следствие еще продолжается, и версия поджога пока не доказана, опыт того, что случилось в Одессе 2 мая 2014 года, свидетельствует – в нашей стране все возможно. Когда вот 2 мая, вот это была трагедия произошла, ну и потом поступали угрозы в адрес владыки митрополита, в адрес Успенского монастыря, да вообще в общем всех священнослужителей. Были такие моменты… Адрес на нет, адрес на слава Богу, такого не было. Ну, я скажу, образно скажем так, да. Мы говорим сейчас о Куликовом поле. Да, да. Говорили, что придут, сожгут здесь. Да, что мы раздавали оружие там все такое, раздавали с моего собора и собора отца Игоря. Я там как раз служил, когда это все происходило. То есть 2 мая вы были очевидцем этих событий, вы были на службе, и это происходило на ваших глазах? Да, собор приброженский находится возле Дерибасовской, на Греческой площади, где началась вот эта вся история. Я, скажу честно, я был в обед на рыбалке, как это ни странно, и мне позвонили, говорят, Андрей, ты знаешь, что происходит возле собора? Я по дороге включил, тогда еще у меня был телевизор в машине, когда я увидел это скопление людей. Я увидел вот эти все происходящие вещи, я не мог поверить. И когда я приехал в собор, на соборной площади пахло, знаете, чем гарью, вот какой-то такой, знаете, как людьми пахнет такими, и пахло алкоголем. Просто такой запах был. Я никогда в жизни ничего подобного не слышал. Я первой жизни почувствовал, что такое масса. А когда я пришел в собор, и у нас алтарные окна выходят на эту часть, где началось вот это все. И когда я увидел, как люди били машины, стреляли, били, падали, добивали, это все, я вот видел, как, я не мог понять, вот одного, человек бежит, его догоняют, бьют, 8 человек дубинками забили, побежали дальше. И знаете, как в том, а кто в красном, кто в белом, кто за, кто, как они догадались, что это, может, это обычный какой-то прохожий, я даже не мог представить. Говорят, что город Одесса – это улыбка Бога, да, столица позитива, юмора, а тут такое произошло, которое не налазит. Что у меня лично знакомые там не пострадали, нет этих семей, которых осталось бы это горе, но мы, служа в церкви, служа Богу, людям, мы этих людей видели, они приходили, те, которые потеряли близких и родных. Раз, и мы хоронили этих людей. Мы потом отпевали. Мы видим, что творится, что люди живут в страхе, люди напуганы. Как с этим жить, как это пережить, какие пути вы видите, что нужно делать для того, чтобы вообще это не происходило? Потому что в мирном городе, среди мирных людей происходит невероятно чудовищное событие. Вот, как это перешагнуть, что нужно сделать для того, чтобы это не повторилось? Здесь, как говорят некоторые политики, что мы дожились до того, что церковь должна взять на себя такую функцию, мирить, учить, вразумлять, ругать, хвалить, прощать, жаловать и любить. Это правда. У нас больше нет институций в государстве, которые могут что-то объединить. Праздники поменяли, историю поменяли, образование поменяли. Церковь – это единственное, кто придерживается одного и того же самого. Как бы это ни звучало, что там вот так вот. Но извините, вот это вот так вот и является основополагающим решением всех проблем. Как решить проблему? Простить? Простить. Как решить междоусобные вот это все? Сесть, разговаривать? Это же компромисс, это чисто церковная евангельская такая тема. И опять же песня. Мы вернемся к песне. Чтобы вы поняли, мы когда с отцом Игорем приходим к каким-то друзьям в свое время, да, мы такие, проукраинские такие, что это москаль, то патриарх, то такое все плохое. И мы просто начинаем петь и все. Они просто реально, ну знаете, музыка, она делает свое. Вот как говорили про исцеление. Вот она исцеляет от этого состояния. Кажется, она склеивает разорванную часть. Люди начинают подпевать песни, которые они уже не хотели петь. Они понимают, что аккорд, музыка, все это она раз в душе открыла. И человек готов к разовору. И ты потом просто говоришь, вот это черное, вот это белое, как ты этого не видишь? В мире нам хочется жить, помогать всем на свете, проповедовать мир и больше любить. Чтоб такими нас запомнили дети Добром всех объединить Отвернуть этот мир от злобы и горя Помочь трудными и всех простить. Чтоб любовь была у нас на планете. Страх не дает нам жить, мы Господа просим в молитве. Дай силы все пережить В этой страшной жестокой битве Только вместе мы все пройдем В скорби Друг друга поддержим Боже, дай сил мы взойдем На дорогу любви и надежды Наша страна Украина богата традициями, богата всевозможными праздниками. Причем в каждой области какие-то свои традиции. Мы, скажем так, многолики в этом, многогранны. И кто-то считает, что нужно объединять всех, грести под одну гребенку, допустим. Кто-то считает, что не нужно влиять на людей, пусть будет все как есть. Но у нас пропал вот тот дух единства, который всегда витал. Кто-то, конечно, его нарушил. Что нужно сейчас сделать для того, чтобы люди стали терпимее друг к другу, наверное. И приняли друг друга такими, какие они есть. Знаете, Александр, я с удовольствием отвечу. Это мой любимый вопрос. Все время надо говорить о том, что нас объединяет, что нас различает. Да нету этого просто. Его нету. Это искусственно создается. Выключите телевизор, выключите радио. И все забудут через год ровно, забудут, что у нас есть Запад, что у нас есть Восток, что у нас есть какие-то праздники, герои. Да забудут про это. Это раз. А второе, как это решить? Просто надо ездить друг к другу в гости. Я очень люблю путешествовать. Это мое просто такое неперевершенное хобби. Когда ты приезжаешь на Западную Украину, ты не можешь понять, где тут эти бандеровцы вообще. Где оно тут вообще? Там 2-3 человека какие-то есть, им бы сходить в больницу, которые хотят закрыть, провериться. Но на самом деле. А ты приезжаешь, а люди готовы тебе последний пирог отдать, накормить, напоить. И основной посыл, пожелания нашим зрителям. Вот что бы вы хотели им передать, чтобы отразилась на их струна души? Во-первых, мирного неба над головой. Хочется, чтобы все люди были счастливы. Чтобы когда начинается их день с лучиком солнца, чтобы они просыпались просто с улыбкой. Эту улыбку дарили друг другу. Чтобы пробовали изменить мир, себя начали его менять. Чтобы пробовали нести какое-то добро в массы. Пробовали забывать какие-то обиды. Любили друг друга, уважали и хотели созидать, а не валить. Ходите друг к другу в гости, путешествуйте. Если вам кто-то обиду какую-то в магазине или на работе, не важно. Вспоминайте город Одессу, вспоминайте нас. Всегда отвечайте с юмором. Переломайте внутренний мир. Скажите так, чтобы начали смеяться все. И поверьте, это можно поменять. И безвыходных ситуаций нет. И вот как сказал Тетсер по поводу улыбки. Да, действительно, улыбка это все. Когда ты улыбаешься, тогда тебе и зарплату больше платят. Ночью звезды даль плывут по синим рекам. Утром звезды тают без следа. Только песня остается человеком. Песня, верный друг мой навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой. Песни ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой. Песни ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой. И мы не прощаемся. Говорим до новых встреч на Струнах Души. Редактор субтитров А.Семкин